Химический состав чеснока Многочисленные лечебные действия чеснока связаны с входящими в его состав лекарственными веществами. После того как растение было подвергнуто серьезному изучению, в нем удалось выявить следующие ценные для здоровья человека компоненты. Эфирные масла – сложные соединения, основой которых являются летучие ароматические вещества. Они производят на организм человека антисептическое, противовирусное, обезболивающее, улучшающее работу сердечной мышцы и противовоспалительное действие. Гликозиды – сложные соединения, обладающие седативным действием. Органические кислоты – сложные соединения многих веществ кислотной природы, отличающиеся противовоспалительными, противотоксическими, регенерирующими бактерицидными свойствами. Фитонциды – летучие вещества, имеющие мощнейшее противовирусное, антибактериальное и противогрибковое действие. Ферменты – сложные компоненты, положительно воздействующие на выработку желчи и пищеварительных ферментов, вследствие чего улучшается работа желудочно-кишечного тракта и восстанавливается процесс правильного усвоения веществ. Алицин – мощнейший антисептик, даже в малой концентрации уничтожающий большинство болезнетворных бактерий. Диалилсульфид – сложное вещество, производящее мощное отхаркивающее действие. Соли минеральных веществ, состав их, в зависимости от условий произрастания, может значительно изменяться. И они необходимы для нормального функционирования всех органов и систем в организме человека. Интересной особенностью чеснока является то, что он не теряет своих лекарственных свойств даже после продолжительного хранения, а также термической обработки как высокими, так и низкими температурами. Противопоказания к лекарствам из чеснока Употреблять чеснок, несмотря на все его полезные свойства, можно далеко не каждому. Отказаться от такого, очень неэффективного при многих недугах, лекарства придется в случаях, когда наблюдаются. Язва желудка Чеснок является достаточно едким овощем и потому при поражении слизистая обжигающая действует на раневую поверхность, вызывая сильное ухудшение состояния больного. Язва 12-перстной кишки, аналогично предыдущему. Гастрит с повышенной кислотностью Чеснок активирует выработку желудочного сока, что при данном заболевании нежелательно, так как содержание серной кислоты и так слишком высокое. Тяжелое заболевание печени, из-за раздражающего действия растения. Тяжелое заболевание поджелудочной железы, аналогично предыдущему. Тяжелое заболевание почек, аналогично болезням печени. Геморрой, из-за способности сжижать кровь, что может вызвать кровоточение из узла. Эпилепсия, риск развития приступа. Гипертоническая болезнь. Чеснок повышает кровяное давление и потому может значительно ухудшить состояние больного. Бронхиальная астма. Растение может провоцировать приступ. Период беременности. Чеснок в некоторой степени повышает тонус матки, что может приводить к выкидышу и преждевременным родам. Детский возраст до двух лет. Аллергическая реакция на чеснок. Учитывать противопоказания при прохождении терапии чесноком следует в обязательном порядке, так как в противном случае высок риск очень серьезных негативных последствий для организма. Отчего может помочь чеснок. Спектр действия чеснока очень широк, и потому он с большой эффективностью помогает при самых разных недугах. Его используют как в традиционной, так и в народной медицине в качестве дополнительного и основного лекарства. Для сердечной мышцы чеснок полезен тем, что укрепляет ее волокна и повышает их эластичность, а также усиливает ее сокращение, делая их более действенными. Благодаря этому повышается качество кровообращения, и это, в свою очередь, положительно сказывается на всем организме. Не стоит забывать о чесноке и при заболеваниях сосудов. Овощ способен очищать их стенки от холестериновых бляшек, что позволяет поддерживать нормальное кровообращение и предупреждает инфаркты и инсульты. Кроме этого, растение еще и снижает ломкость сосудов, что очень важно в пожилом возрасте. Способность растения снимать отек и воспаление слизистой позволяет применять его при различных заболеваниях дыхательной системы. Чаще всего в этом случае назначаются чесночные ингаляции, которые действуют как дополнительное лечение, применяемое параллельно с основной терапией. Такие ингаляции сокращают время болезней и помогают скорейшему восстановлению организма. При многих видах онкологических заболеваний чеснок показан в качестве средства для подавления роста патологических клеток. При некоторых формах недуга чеснок, по мнению ученых, дает результат ничуть не хуже, чем химиотерапия. Однако следует помнить о том, что такое действие растения наблюдается не при любой форме онкологии, и потому, если нет рекомендаций врача, заменять им те или иные препараты недопустимо. При упадке иммунитета чеснок помогает устранить проблему в предельно короткий срок. Входящее в его состав вещества активирует естественные защитные силы организма, стимулируя выработку лимфы, которая и обеспечивает перенесение антител по организму и поддержание их достаточного количества. Обладает чеснок и сильным желчегонным действием, которое позволяет предупредить развитие желчнокаменной болезни и улучшить пищеварение. Это же свойство делает чеснок опасным при наличии в желчном пузыре крупных фракций, которые при неконтролируемой подвижке могут спровоцировать закупорку желчного протока и стать причиной срочного хирургического вмешательства. Не следует забывать и о свойстве чеснока производить регулирующее действие на работу половых желез, причем как у мужчин, так и у женщин. Благодаря этому, получается восстановить нормальный гормональный фон в организме и нормализовать его половую функцию. Очень часто при помощи чеснока удается избавиться от сексуальной дисфункции, вызванной недостаточностью гормонов. Нередко также чеснок может избавить и от мужского бесплодия, которое возникает из-за гормональной недостаточности. Обладает чеснок и противопаразитическим действием, помогая очистить организм от глистов и простейших паразитов. Чеснок приводит к их парализации и гибели, а также способствует выведению выделяемых ими токсинов, которые очень опасны для человека. Продолжение следует...